Всем привет! Продолжаем электрификацию мотоцикла. Сегодня расскажу про запчасти, которые я накупил, ну и объясню, в чем собственно состоит суть проекта. С этого, пожалуй, и начнем. На самом деле, идея этого проекта возникла давно, но как-то я ее все откладывал. В конце концов, мотоцикл-донор сам упал ко мне в руки, и я понял, что отступать некуда. Идея состоит в том, чтобы сделать электрическое транспортное средство, на котором можно ездить на работу. Расстояние от дома до офиса 10 миль. Значит, первое требование – это запас хода 10 миль или больше. Скорость потока на улицах, по которым я доезжаю до работы, около 45 миль в час. Значит, второе требование – это максимальная скорость 45 миль в час или больше. Третье требование – это бюджет. Сначала я планировал уложиться в 1000 долларов, но похоже, что бюджет будет превышен раза в полтора. Итак, что у нас тут есть в коробках? Первая вещь и самое главное – это мотор. Это бесщеточный мотор синхронного типа воздушного охлаждения. Номинальная мощность – 3 кВт, максимальная мощность, которую он может развивать кратковременно – 6 кВт. Работает от источника питания напряжением 48 Вольт. При этом необходим специальный контроллер, про который я расскажу попозже. Весит 8 кг, диаметр 18 см. Вот у него есть три силовых провода. И управляющий кабель с разъемом на конце. Что еще у нас в этой коробке от фирмы Golden Motors? Вот у нас есть контроллер. Специально для этого мотора. Помимо этого есть еще жгут проводов. Вот такой. Есть ручка газа. Там их несколько на выбор. Я выбрал вот такую. Есть еще вот такой набор разъемов, которые, видимо, совместимы вот с этими разъемами. Еще я купил две вот такие ручки для тормозов. Девушка-продавец уверяла меня, что если вот этот кабель подключен к контроллеру, то при торможении происходит рекуперация энергии. То есть батарея будет заряжаться. Правда это или нет, увидим. Сейчас это такие велосипедные ручки зачем-то. Сколько это все стоит? Значит, мотор стоит 285 долларов. Контроллер стоит 260 долларов. Доставка всего вместе стоит 130 долларов. Вот еще прилагается такой листочек, в котором указано, что мне, собственно, продали. Сайт производителя называется goldenmotor.com Так, вот это звездочка фирмы Vortex. У нее 16 зубов. Прелесть этой звездочки в том, что помимо шлицов, которые предназначены для соединения с валом, у нее есть еще 8 отверстий диаметром 8 миллиметров. Когда я буду ставить эту звездочку на электрический мотор, мне эти отверстия пригодятся. Еще есть вот такой набор шпонок, купленный в Китае. Шпонки 5 миллиметров. Стоили совсем как-то дешево, не помню. То ли доллар, то ли 2 доллара за 10 штук. Да, звездочка стоила примерно долларов 40, если не ошибаюсь. Следующая коробка от фирмы Hobby King. Там я заказывал батареи и зарядку. Вот это у нас батареи, на которых все это будет ездить. Значит, каждая из этих батарей это 6 литиевых элементов, соединенных последовательно. Суммарное напряжение составляет 22,2 вольта. Емкость батареи составляет 20 ампер часов. Вот. То есть, в принципе, это означает, что одна такая батарея примерно эквивалентна стандартному автомобильному аккумулятору, у которого емкость 50 ампер часов, зато напряжение в два раза меньше. Около 12 вольт. Что по поводу максимальной мощности. Поскольку их емкость в 20 ампер часов, то рейтинг 10С означает, что они могут выдавать ток 200 ампер. Таких батарей у меня будет 2, потому что контроллер работает от напряжения около 50 вольт. Если мы умножим 200 ампер на 50 вольт, то мы получим 10 киловатт. То есть, мощность источников питания превышает максимальную мощность нашей силовой установки. Это хорошо. Каждая батарея весит около 2,5 килограмм. Вместе 5 килограмм. Надо сказать, никогда в жизни не держал столько лития в руках. Очень круто. Цена одной батареи с доставкой примерно 150 долларов. Попробуем прикинуть запас хода на этих батареях. В качестве точки отсчета возьмем бензиновый мотоцикл, у которого расход топлива 60 миль на голову. Чтобы проехать 10 миль, такому мотоциклу потребуется 1,6 галлона, то есть примерно 600 мл бензина. Теперь, коэффициент полезного действия бензинового двигателя составляет примерно 30%. КПД электрического двигателя 90%. Поскольку электрический мотоцикл в три раза эффективнее, чем бензиновый, то для того, чтобы проехать 10 миль, ему будет достаточно энергии, которая содержится во в три раза меньшем количестве бензина, что составляет 200 мл. Вернемся к нашим батареям. Предположим, что мы снимаем с них 20 ампер. 20 ампер умножить на 50 вольт получится 1 киловатт. Поскольку емкость батареи 20 ампер-часов, то они смогут выдавать 1 киловатт в течение одного часа. В часе 3600 секунд, значит, энергоемкость этих батарей 3,6 мегаджоуль. Энергоемкость бензина 34 мегаджоуля на литр. То есть наши 5 кг лития эквивалентны по энергоемкости всего лишь 100 мл бензина. Для того, чтобы доехать до работы, нам потребуется не 100 мл бензина, а 200. Поэтому я заказал еще 2 такие батареи. Мне не удалось найти бюджетный зарядник, который может заряжать все 12 пэков одновременно. Поэтому я купил 2 зарядника. Каждый из них будет заряжать свою батарею. Каждый зарядник стоит около 20 долларов. Вот так он выглядит. Вот так он выглядит. Приятная фича, что этот зарядник может работать как от 12-ти вольтового источника питания, так и от сети 110 вольт. Что еще у нас в этой коробке? Еще я купил набор разъемов, чтобы соединять эти батареи воедино. еще я купил вот такой регулятор напряжения. Его можно подключить к одной из батарей, и он будет делать из 25 вольт 12. Это мне потребуется для питания фары, указателей поворотов и подсветки приборов. Зачем-то я их купил два, но будет запасной. Никогда не догадайтесь, что вот в этой коробке. Я бы не догадался, по крайней мере. Здесь находится всего-навсего лист алюминия. 12 дюймов шириной, 24 дюйма длиной, толщиной четверть дюйма. Из этого я буду делать крепление для электрического мотора. Стоит такой лист 56 долларов, доставка 20 долларов. Если учесть, что такую штуку можно найти на свалке, то дороговато. Ну что делать, свалки рядом не нашлось. И последнее. Это заготовки для изготовления адаптера от электрического мотора к звездочке. 2 дюйма диаметр, 2 дюйма длина. Я заказал таких две штуки на случай, если что-нибудь пойдет не так. Это обычная сталь холодного проката, которая имеет высокую прочность и хорошо поддается обработке. Каждая заготовка стоила 13 долларов, плюс доставка получилось 45 долларов. Сайт называется onlinemetals.com Вот такие дела. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok